показаться хоть просят показаться все тут господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша христос воскресе не могли еще ставить был потеряю в кино уехали в пятницу утром рано почти в 6 часов утра мы вчера около 6 воскресенье только вечером прибыли там связь с интернетом плохая можно сказать хотя заходить можно но переставить что-то даже готовый ролик открыть не мог и там помогает у нас ну среди нас кто собрался никита колесников он самый знающий так мы признаем он действительно знает и тоже ничего не мог сделать на одном месте все стоит поэтому кратенькое сделали дали ответы все устно скажу краткая маршрутка это номер 155 вопросы события дня и задавайте вопросы за 15 дополнение как бы к общарашему за тоже число 15 мая 2016 года краткая маршрутка это тем кому разрешено будет на 10 июля приехать на крещение кому разрешено было на деревне приехать они приехали вот я буду продергивать здесь а вы считаете как проехать я дорогой снял длинный большой ролик будет поставлены с правой стороны как выехали с барнаула 156 километров я такие повороты разные там где кп чтобы можно было посмотреть снимал на ходу снимал трясет там но все равно видно это уже не слепое человек увидит это строение с кого это как раз правильно едем повороты дороги там будет записывайте себе все а вот здесь по ново подстепно строится дорога там переезд было теперь мост делают как бы переезд мостовой такой степи все же видимо сделаю там такая работа идет техники понагнали к в турции только в турции мы такое видели значит есть деньги у них здесь записывайте для себя держите так которым разрешено приехать издалека дополнительно еще телефоны даем но это уже явно дело что что-то чрезвычайное такое тут все достаточно телефоны вот мой телефон особенно вот этот отвод по нему звонить надо поэтому мобильный не больше двух минут и разговор окончен вредно и не больше пяти раз в сутки разрешается от телефона дальше от мой со по skype разговаривать можем вот здесь хорошо все записывать чтобы не блуждать кому разрешено до крещения сегодня уже одному дал разрешение знаю его давно переписываемся но все это просчитать и тогда ясно будет бритых не крестят об этом разговора даже нету совершенно а если курит то вообще на деревне заезжать нельзя вот как раз евгений давыдкин игнати технич мне разрешено ли приехать креститься полным троекратным погружением к вам в деревню потеряевку у себя дома и в округе не удалось найти такой возможности с уважением евгений евгений республика башкортостан той музей 51 год твой музей твой музей не бреюсь хожу в храм считаю святой евангелие смотрю ваши ролики очень часто на ютубе моем мире слава христу и он купил все до одной книги полный комплект это 24 500 стоит 38 томов так что мы его давно знаем я отвечаю можно приехать пораньше на неделю и больше чтобы поработать в лагере готовить пирс для крещения пирс это еще пирс объяснять на столбах по воде этому пруду больше сто лет и там нанесло илу там не пройдешь а так делать деревянное дно и там специально как для детей отвечает хорошо понял буду иметь ввиду буду готовиться спаси господи вам и ваши общине божьей помощи в трудах на благо людей благовестия святого евангелия вот о чем речь идет коротко сказать вот вчерашний день был переполнен буквально прямо переполнен и ставить я ничего не могу меня здесь в городе тоже плохо загружаются дальше хуже говорится некуда ну на каждую неделю я отсылаю то что у меня есть другие места и вот отсылая сегодня заложи приехать на пересылки за понедельно за ту неделю отправил 41 гб гигабайт был 111 файлов а в этом на эту неделю эту неделю это две недели вот обычно так бывает понедельник они мне идут это 49 неделя и 114 файлов видите какой огромный материал привезли и приезжал на торжество наше местный метрополит московского патриархата московского не 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 греческого никакой другой ведь с нами разговор проще был мы перешли ки п.ц там где-то мы никуда мы как были так и стоим на месте и он приехал опять заранее уже договоренность была очень всего поделился решили мы снимать обычно так отдельная часть только снимаем где-то тут все сняли как зашел и как вышел ну очень большой ролик будет кто интересуется этим к шла литургия как проповедь говорил но все остальное видно было тем более некоторые живут сельской местности вообще не видели архиерейского служения приезжал митрополит сергий митрополит сергий алтайской митрополии иванников фамилия его игорь георгиев непонятно георгиев может г впереди вот таким и должно быть христианство несмотря на то что я атеист проник с уважением а рпц уже реально превратилась в опг организованная преступная группа так говорить ведь и наконец это доходит до людей что так что делается деньги 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 пьяный давит священник людей и такие вещи открываются что ну никуда не годится то я архиерею рассказал как нас славгородский травит приехал западная украина и здесь свой майдан устраивает безобразие просто а что такое для дати диатреф третье первое третье послание а я но он ведь нас не принимает и принимающих нас изгоняет у него точно сошлось а это диатреф диатреф епископ всеволод фамилия то пи пищец какой-то там печерюшка к это не поймешь даже так архиерея того митрополит удивился да вы что я буду всех там гонят выгоняет и полу получится такая же участь как стоит на улице храм не запускает уже год на улице в мороз жару в дождь в село клочки ребрихинского района не на александрова жолмер его вот или на киняйке напишет христос воскрес игнатий тихоныч и батюшка яаким поздравляю вас праздником деревни потеряевка благословит господь труды ваши и всех наших братьев наших братьев и сестер духовного и физического здравия всем жителям деревни и общине крестово-зижинского храма города барнаула обнимаю целую сестра елена киняйкина она принимала крещение здесь хорошая сестра такое поздравление шлет юрий соболев мир вам игнатий тихонов вчера на занятиях задали такой вопрос как бы вы ответили на него во свете библии святых отцов оставляю текст в авторском варианте есть версия что пока сатана архангел дениса не искусил еву и адама господь терпел его присутствие на небесах даже видя его горделивые помыслы а когда дениса в образе змея и искусил первых людей реализовав гордыню на деле бог окончательно не изверг его с небес преисподнюю мир ваша общине с днем деревне благая и много лета потеряете заповеднику православия храни вас бог давайте начнем отсюда что бог терпел его пока на время но откуда это когда ничто нечисто не войдет а что же отпадает вот давайте без этого смотреть бог не мог терпеть а теперь-то в готовом виде змей а к нам змея это превратился тогда искушение еще и что он змея терпел или он на землю сходил в раю был змеем а потом поднимался делать архангел глупости все это сам по себе вопрос надуманный глупый это случилось 12 глава деяния откровения на небе война была война была он восстал гордость причина гордость возгордился сяду это пишет выше звезд вознесу престол мой исаев 14 глава читайте и языки или двадцать восьмая вот там весь ответ и 12 глава откровения а это выдумка ничего этого не было отвечать не на что когда у него хвост вырос когда копыта когда рога роман кучма христос воскрес игнать их ночь мир вам и сотрудникам вашим считаю я изучаю книги ваши у меня их 5 3 книги толкования на новый завет к истину православия до слова божья нет ус но есть необходимость пользоваться книгами открытым оком систематическая симфония на жития святых симфония на книге библии в живую то есть не через сайт то есть я считаю сейчас даже не читал прямо оттуда взял перекопировал и нету вчера я приехал часа четыре или до примерно четыре часа только название давал роликом надо смотреть его где-то объединить в отдельные папки сам не объединяю отсылать кому-то надо это вообще столько делов но зато будет очень интересно посмотреть что мы за один день сделали но за два дня не полных потеряевки так можете ли выставить мне эти книги я имею возможность перевести вам 6000 рублей сразу и каждый последующий месяц по 3000 рублей дайте пожалуйста ответ спаси христос мне это невыгодно я очень редко хожу за пенсии раз в месяц или в три месяца или четыре один раз даже пенсии не получаю поэтому деньги высылать сразу для меня так лучше а если вам не выгодно так но делайте как вам уже есть нужен точный адрес и представляете все вы не заплатили мне тоже это был обман такие обманы у меня были платила далеко посылал и все скрылось ничего нету то есть сразу меня накрыли на 35 тысяч ну и что во славу божию сергей перепелкин здрасте игнатий тихонович благодарю бога за то что в 2014 году на ресурсах игумена кирилла сахарова впервые услышал ваше слово не скажу что она мне понравилась а скорее насторожила уж очень чтобы неудобно понятно и неудобно принимаемые вы говорите но слово искреннее и ответственное вот как не вспомнишь петра и он говорит как и брат наш павел говорит что там какое слово то неудобно приемлемое а то же самое было надо смотреть вот янза таус аудио это самая большая ценность на вашем сайте много полезного вопросах и ответах у меня к вам вопрос дочь лена 16 лет спрашивает как мог начаться человеческий род от адама и евы если браки между ближними родственниками дают неполноценное потомство и потому запрещены помогите правильно ответить но раз запрещены и не делайте адаму никто не запрещал и бог сотворил в то время еще не было то что сейчас есть если родственные там переплетаются болезни в жгут скручивают этого не было и сыновья адама женились на родных дочерях ничего этого не было закон обратной силы не имеет женились и как вас сейчас где-то там которые не знают там это уже не годится у них но об дикари живут теперь я отвечаю мы уже в городе доехали благополучно за два с половиной часа дремал вчера уходя на новую дамбу южного пруда выложил из кармана рубашки свою флешку ибо уже терял при наклоне потому что носить надо было там пилили деревья большие сучки и утром не нашел ее на столе подумал что она в сумке а то я потеряю с кем пишу выходит она там осталась на столе где мой компьютер вышить и мне с игорем сразу же то есть во вторник но ответили ребята посмотрел никита да она там на столе завалена и лежит там не найдешь скучное пространство все я показываю как переписываемся александр один пишет как раз там альясов христос воскрес Игнатий Тихонов ждем виде материала праздновать 25-летие православной деревни потеряевки с юбилеем всех жителей потеряевки всех тех для кого огни этой сибирской деревеньки не погашены а светит как моя к истинной веры православной спаси христос вот митрополит был и там еще приехал священник один димитрий ну он экзамены принимал у вити в семинарии вот посмотрите на его лицо на этого священника я с ним там отдельно ролик будет разговариваю димитрий звать какое у него лицо как говорится благостное и не рядовой священник в семинаре преподает и он приехал с архиереем и все время он смотрит наши ресурсы они разглаживают спасил архиерея тоже смотрит и и сколько он удивлений вы выразил архиерея что и дорога и пруд так он видел только один пруд то оно как озеро развелось но будет усыхать пока родники пробьются вот один человек мне пишет уже скрываю его потому что буквально без ножа режут кстати вспомните меня в молитве уже две недели мая с головной болью сильная в четверг это только смогла давление померить конечно высокая очень у нас деревне никто давление не мерил ко мне приходит товарищ один здоровый крепкий мужик принимает на работу давление а работает на американском бульдозере здоровый богатырь настоящий чтобы мне такое поесть пульхерия ивановна вспомните у гоголя вот я могу это ничего не ешь саша не ешь три дня не пей иди туда приходит веселый ширина ты через три дня все комиссию прошел давление нет давление это от пуза а у него животик стал появляется вот и все убери это никогда не меряй забрось этот градусник или чем-то меряешь то его я не знаю что такое давление у нас никто не знал я как-то лежал мне операцию делали на позвоночнике я уже стараюсь гимнастикой заниматься но и не прошло немного времени меня взяли там ну попутно решили там сердце проверить я по лестнице несусь навстречу врач так остановил меня вы кто будете ягода вот тут ничего себе сердцем а лежи бегом я говорю я служил во флоте и ходить по лестнице мне разрешается шагом только бегом и все время бегом кверху книзу везде бегом почему там нельзя чтобы скучно было на трапах вот дай бог да каждому профсоюзному работнику иметь такое здоровье так а у меня нет профсоюзного я так живу никогда не знаю 80 на 120 никогда другого давления не было и не знаю даже я даю ответ ежедневно молюсь я тебе да ты и сама помогай а то ведь златоуз говорит что не я не бог тебе не поможет если ты сама себе не поможешь мало ящь мол мало пей здраво будешь и мало ешь мало пей тоже лишний вес объяви пост и днем никогда не ложись никогда только прислонись спиной это на диване где того сидя подремли у надежды васильев тоже так болит а потому что днем дрыхнет она отвечает как она сегодня кстати то можно я и завтра возьму хоть до банка свожу пенсию получить до магазин если ей надо заодно хоть посмотрю на любимую мою сестру это просто верующие не нервная сетра я отвечаю можно бегает увидела меня уже во дворе то зацеловала я уже приехала ее не было она тут куда-то ходила она опять отвечает ну-ка правильно что зацеловала так вас вот пойду звякну и предупрежу хоть но вот договорились надежда сезон завтра скорее всего сначала ее захватит машина потом дает до меня я провезу ее в банк до магазины покажу вокзал кстати тот шкаф то где книги верну назад специальный шкаф открытый куда книги кладут и не закрывает и желающий приходит и берет и туда евангелия разные книги отвозят и вот пишет кто хая мушка блюфштейн ну как будто под еврейская три минуты назад связаны комментарии но человек лета или кто-то обманывает не знаю христос воскрес игнатий тихонович хочу спросить как кого вы видите преемником не преемником не преемником даже ваших дел и пастырского учения создание общины села потеряевка ответить ну что значит вижу я бог усмотрит сын мой жертву себя так ответил авраам исааку бог усмотрит я вижу которые рядом вот в лагере володя приехал и удар рабочим был потом прошло года три воспитателем потом старшим воспитателем потому что виктор отошел практически уже но официально не провел виктор еще не уехал и мне жалко виктора как бы обидеть его потому что он 13 14 лет был воспитателем а наталья приходит к уехал она была старше воспитателя теперь он ну и чистится официально пока виктор но я вижу володю в лагере и поэтому дом свой я все подписал на него и на виктора и там еще на одного у нас брат который юрист чтобы сохранить дома здесь и там я его вижу так а по деревенским делам или в общине дело тут тут но это же не один человек не один и будут несколько вот амросий медиаланский амросий говорит да он когда отошел его место заняли 6 епископов едва справлялись его делами 6 я никого не вижу вот вот в лагерь чтобы был должно быть наказание физическое но наказывать никому не разрешил за 44 года 45 никому и и никого не вижу никого поэтому лагерь будет без детского наказания у меня наказание заставляю бегать там материться его крапивой как пишут по жопе вот такой никому потому что здесь нужна особая тонкость я завожу его ребенка сеткой хлопну по сапогу а ты слюнями под глазами сделай как бы слезы эти я пошлю там холодной водой там надо чтобы не было тебе больно вроде не так горело то на самом деле его не наказал то и ты виду не давай то накажу то есть тут надо знать или поболись только с ним настолько тонко это дело а если лучше не наказывать они так что лес рубят щепки летят нет у сталина как было чтобы найти кого-то пусть 99 невинных было но буду рубить пока не найду а то так пускай будут не не найдены никто и пусть это вина останется зависшие чтобы невинного не наказать как-нибудь даже выговор сделаешь это нехорошо бывает когда видишь что совершенно не виноват ну вот так преемником села создание общине потеряйте там есть старостой потеряйте я не житель я только там почетные члены избраны и вот ну что на это ответить там они знают там вот уехал плотников митя старостой избран в храме устинов андрей вчера там выставку изделие сделали потеряйские столы принесли там что продавать то сами поделки свои так архиерей все смотрел понравилось даже в руки брал глядел кто-то приобрел одно другое свои же потеряйские купили интересно было это посмотрите я не могу выставить потому что ставится это в другом месте иногда в другом городе замки над под замок ставят ролик а я его тогда освобождаю политика бизнес религия в общине староста вот я староста вы знаете когда простите что они не такие нехорошие примеры даю ленин болела его спрашивали кто преемником он кого видеть он видел сталин а если вот без этого без этого без этого таких качеств у него там грубость или что-то я тоже так и вижу как сталин было если его это у ленина было на избирала как бы предсказывал а устали там вознесенский кого-то избирал тот под нос шел все уже знали как у нерона я вижу около себя таких вот виктор андреевич врач есть мы как-то готовили несколько человек к рукоположению но и кто как проголосовать то сколько голосов наберет есть такие коза которого только один человек проголосовал потому что видели невоздержность у человека и он ходит как раз товар аж это не идет больше всех там набрали кажется виктор николаевич и андрей как раз устинов который там есть но он не пошел у него слабо с горлом и на священника не пошел учиться в семинаре вот пишет ваш храм идентифицированный ннн или нет у нас два храма если нет то как на это реагирует местная власть понятия не имеем это они сами себе могут ставить мы не принимали не расписывались и мы даже не знаем есть она или нет и как она реагирует это же не в москве не берсеневка там их заставляет мы ничего этого не делали пенсии получаю там дали не дали это их дело не помещают чтобы удобнее пользоваться не знаю не знаю и батюшка не знает опять политика бизнес религия что это общество какое как быть с теми детьми которые выкинулись выкидыш и они аборт выкидыш с маленькой руку почему-то это сказать знак мягкий по моему не надо его тут это мужского рода о ну да и как быть их родителям да никак там сколько церковь назначает нечистоту помолиться это дело не от человека не зависит выкидыш какая разница разница маленький был утром умер такое вот тоже бывало ничего тут такого нету никакой вины нету родители и дальше пишет какое-то улс сенас рубашках красивая но у меня красная рубашка была надета я его надела ради в деревне праздник такой тупо здесь отмечается это что приезжает митрополит. И пасхальные дни. Я только на пасхальные дни надеваю их. Вот. И дальше. Это политика. Во сколько вы ложитесь и во сколько встаете? Как побороть лень? Знает, как вопрос задать. 16 часов назад. 17. Лень. Лень со сном связана, а со сном блуд связан. Вот оно все связанное. Ложиться, как силы позволят. А вставать всегда одинаково. В 4.40. Ну, я встаю на час раньше в 3.40. Или даже почти в 3.00, чтобы пока братья проснутся, в 4.40, чтобы тут как-то развести. Темы какие есть, ответить по интернету. Из-за интернета. А так в 4.40. Всегда. В детском лагере всегда подъем в 5.00. Но день начинает убывать заметно уже. И тогда в 5.30. А уже под конец в 6.00 встаю. То есть мы за солнцем идем. А когда? Да по-разному. То есть плохо. Вставать нужно всегда в одно время. Это утреннее создание молитвы церкви. Если молитвы нет одновременно, церкви домашней нету. Нету. А вечером дети раньше ложатся. Взрослые еще остаются. Кому как. Вот здесь я раньше ложусь. Ну, во сколько ложатся там? Ну, кто как. Я раньше ложился где-то вот вставать в в 2.40? А то в 4.40 он ложился в час или в два. Вот сейчас силы этой нет. Сердце захлебывается. Поэтому я это уже не делаю. А бывает и в 9 лягу, и в 10, и в 11, и попозже. Но вставать в одно время. Днем никогда не ложиться. Вот весь ответ. Теперь посмотрим, что у нас на ресурсах на наших за это время было. Вот. Тут что-то лишнее тут накопилось. Да, к слову сказать, накопилось. Вот сейчас я посмотрю, обновлю мой мир, в моем мире перетащил. Что тут есть? Занятие в потеряевке. Придите, поклонимся. А какое занятие? 51-ое. И 32-ое ответы из Библии. Ответ сегодня будет на Змея Горыныча и на Барабашке. Но на Ютубе не отображается, потому что они стоят очень далеко. 20-15, почти на 200-ом месте. Я там их открываю, замки снимаю. Они раньше были приготовлены, эти ролики. А оно здесь не отображается. Они там отображаются, но не на первом месте. Вот как сказать. То есть, вы сами запомните или переходите на мой мир. На мой мир. Потому что очень интересные темы. Вот 51-ое занятие в потеряевке. Их 123. Они уже нами приготовлены. уже под замками стоят. А вот эти, вот где Барабашки, это ответом будет около 2000 роликов с лишним. И поэтому они тоже не отображаются. Сейчас не будем даже закачивать, ждать, когда закончатся и тогда по-новому, чтобы они рядом были. Но я их вытаскиваю на это, на мой мир. Вот они здесь есть сегодня. Вот они уже и есть. Но больше как будто не видно. Вот. Это наш форум. Я его потом целиком покажу. Евгений Димов. Христос воскрес, Игнатий Тихонович. Никита и вся община. Вот какой у меня вопрос. А, это было уже. Надо власть вести войну со святыми, победить. Нет, не было. Здесь идет речь о христианах последних времен и что они будут убиты антихристом. Правильно. Дальше есть слова Христа творить и сие, доколе я не приду. Вот так он и говорит. Доколе он приедет. Это из апостола Павла говорит. То есть будут люди христиане, которые будут прищищаться до самого последнего дня. Да, именно так. Где-то прятаться в катакомбах, в убежищах. Не знаю. Но будет совершаться святая литургия и причастие. Да, именно так. Но ради избранных не сократятся. Это гонение три с половиной года будет. Теперь вопрос. А будет ли церковь до конца времен иметь патриархов? А зачем тебе такой вопрос? Про это мы не знаем. Библия об этом не говорит. И Златоуст говорит, что у Библии нет, о том не будем рассуждать. Не будет, значит, без патриарха будут. А если епископов не будет, будут. Рукополагать будут. Будут епископы где-то. А патриарху нигде у апостолов над ними не было, главное. Все так к папству идет. Да. Патриарха. Если все святые будут побеждены, убиты, остальные будут прятаться, чтобы совершать литургию. Получается, патриарх должен быть со всеми верующими в последние времена жить в землянках, образно говоря, и совершать Божие правления. Творить сие, доколе не придет. Именно так. Именно так. А куда он выйдет? А как маркелин. Вышел, его взяли, он отрекся. А потом одумался и казнили. Пока я не принес. Патриарх добавляет. Если вы считаете, что патриарх будет, ну, допустим, то, честно говоря, очень трудно представить патриарха Кирилла и в бедном образе, без охраны, жить в голоде и холоде, с простыми людьми, совершать литургию в подвалах. В кабинете у Путина его легче представить, когда придет антихрист. Ну, Путина уже не будет, будет антихрист. Но сие есть мое личное мнение. Ну, допустим, давайте на полном серьезе. И патриарх бы сейчас сказал, ой-ой-ой, как страшно-то, и в самом деле я негодный. Как мне быть? Я бы сказал, курсы надо пройти, подготовиться. А как ко мне сюда приехать? Только сюда. Я Андрея Кураева звал и Чаплина. Патриарху, работать будем вместе, и будет нормально. Вы увидите, что вы годные, а так не знаю. Еще вопрос, каким должен быть патриарх, когда придет на землю антихрист? Что за вопросы? Непонятно даже. Его качество, чтобы он патриарх мог подбадривать, вести овец Христовых, спаси Христос. Ну, как, какие у нас вот есть, как. Вот сейчас я конкретно могу сказать, от кого знаю близко. Наш батюшка, в Москве, Кирилл Сахаров, на Берсеневке, 250 метров от Храма Христа Спасителя, рядом, познакомьтесь. Ну, вот такое. Дальше, кто-то, Григорий Гринько. Гринько, очень интересные у вас края. Был я на Алтае? А что, славгородский епископ обделяет вас вниманием? Да нет, не обделяет. Этого не скажешь. Усиленно он, внимание нам, священникам запретил приезжать. А вчера уезжал митрополит, это записано на ролике. А почему не было местных, которые мамонтовские? А батюшка ему и сказал. Да потому что запретил. Кто? Да, этот, Севолод, славго, да вы что? А за него молились, и поминали у нас в литургии, потому что эту территорию, как бы каноническая территория, это тоже выдумка. Никакой канонической территории-то, если его знаешь, он должен отвечать, не может быть. Вот он, священники хотели поехать, он пригрозил. Прихожане за дверь будут выброшены. Ну куда это? Он сильное внимание обращает. Ему долго тут не быть, это я вам заранее могу сказать. Он еще не знает, с кем связался. Не знает. Напомните, кто рядом ему будет. Его Господь вышвырнет отсюда, чтобы он, говорится, не поганил землю алтайскую. Майдан тут устраивать приехал. Епископ. Три дня, говорится, год, еще не было, заворачивает тут. Всех под нож. Диатреп, настоящий диатреп западной Украины. Некрещеный сергианец. Я ему знаю название какое. Он против крещения. Почему я говорю за правильное крещение? А он не крещен, он буйствует просто. И поэтому я знаю, ему здесь не быть. Господь вышвырнет его. И дальше еще патриарху сообщим, какую он травлю устраивает. Сейчас они будут бросаться на митрополита Сергия. Он не остановится перед этим. Волчьей хваткой будет хватать. Это лютый волк. Волчара с Украины. Иван Иванов. Здравствуйте. Я Иван. Живу на Дальнем Востоке. Живу один. Посреди поля. Все остальные земли расхватали в этом году московские арендаторы. Ничего себе. Прошло уже два года, как я здесь построил домик и начал развивать хозяйство, перестав работать на государство. Но все равно я уткнулся в тупик. Скорее всего, это моя самость, мое это я, наверное, хотел показать Богу, что я умнее его. И пришел в безысходность и одиночество. У нас этого нет. У нас нет безысходности. Вот. Здесь я не вижу создания своей семьи. А почему он без семьи? Не говорит, разведенный или что. Как правило, это разведенный. Не чувствую покоя и уверенности в будущем. Я уже ранее знаю, будет желать приехать. И разрешение, правило не будет спрашивать. Тут опыт есть. Хотел увидеть волю Бога, с маленькой буквы Бога. Куда он? Он меня с маленькой направит. И вот он наткнулся на вашу группу. Группой назвал. Ни село, ни общину. Меня обрадовала ваша организованность, ваш трезвый взгляд на действительность. Обрадовала то, что вас обвиняет Бог. И мне захотелось собрать свои вещи, которые влезут в машину, и уехать к вам. Создать семью, развить хозяйство и жить по вере. А себе бороду брею, но не против перестать брить. Введу трезвый образ жизни, стараюсь выражаться без злобы и матов. Некрещеный. Но с детства читал Библию, молился перед сном. Ну, то есть, он не подходит совершенно к нам. Сейчас занимаюсь пчелами, сельским хозяйством, осваиваю грибное производство. Интересно, но пока мало опыта. Сегодня увидел, как проклевываются первые грибочки в омшайнике. Имею опыт производства кедрового масла. Есть высшее образование, биофак. Есть связи с бывшим местом работы, ботаническим садом, где можно достать разные семена и саженцы. Живу в основном средствами, полученными от своего хозяйства, пасеки. Если у вас дома на продажу нету, и сколько стоит? Ну, нет, значит, ничего и не стоит. Можно ли снимать у вас дом в деревне? Снимать. Ну, подремонтировать надо. Два дома есть такие, которые выехали, мы их хотим перекупить. Они уже перекуплены, но перекуплены одним человеком. Мы хотим, чтобы взять, и тот человек пока их держит, не отдает. Какое расстояние до ближайшего рынка? Ну, какой рынок? Смотря город, наши ездят сюда, 150 километров до Барнаула, 156. Города. Это на машине ездят на своей. Ловят ли у вас рыбу в речках? И сколько, и какая? Ловят. В речках, если рядом камень поехать, то там с отцом Павлом познакомиться. Ну, я могу сказать, сколько? Сантиметров 40 клещ. А у нас только гальян пока. Христос воскрес. Так, ловят ли у нас рыбу в речках? Сколько и какая? Ну, сколько? Рыба сорная. Запустили карпа. Будет нет. Пруды делаем. Ну, в общем, наверное, все пока с вопросами. Жду ответа. Ответ только здесь. Не подходите. Приоритет отдается молодым. Семейным. С детьми. Вот. А здесь ничего этого нету. Один еще не построишь. И только так. Сам себя. Один, когда у тебя есть, вот сейчас вот у нас строят они, братовья. Их шесть, братовьев. Все там, ну, все уже там по 30 лет. Еще. Это ясное дело, сила. И специалисты. Там все делают руками. Все. Любое дело как-то в руках горит. Устинова, ребята. Елена Цветкова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Познакомилась с вами благодаря экономисту Сергею Козлову. Посмотрела ВКонтакте запись. Ну, я там не бываю, переносят. Простите, что такая непросвещенная. Да что прощать-то? Заходите на наши каналы. Вы неординарная личность с богатым опытом и знаниями. Хотела спросить, а вы в общем, ну, принимаете людей? Да, принимаем. Пришли времена, когда люди понимают, что надо быть ближе к духовным людям и земле. Я и говорил, Потеряевка может в один год сотни людей получить. Но мы не торопимся. Вот когда начинали, полторы тысячи заявок было. Полторы тысячи. Ответили, кажется, троим. Ответили всем. Но троим разрешение дали, остался один. Да и то еще колеблется туда-сюда. Молюсь всю жизнь, но дома. Живу на крайнем севере с тремя детьми. Одна или нет? Какие дети? Напишите. Если дети взрослые, женщина, это без мужчины. Но надо, чтобы ходили в послушание, были верующие, не курили. Ну, то есть, женщина всегда в платке. Ребята всегда, чтобы рубашка была на выпуск. Ну, на выпуск, что это? Вот так вот сверху брюх и поясок, чтобы сверху был. Простое все. Пишите. Я не бываю вконтакте, поэтому... Так, еще кто-то пишет. Лада Слипченко. Вот она. Видишь, какая красавица. Лоточки. Прослушала вас ответ. Мне достаточно вашего слова попы и вашей беззастенчивой похвалы самому себе, чтобы понять, что вы находитесь в состоянии прелести и близки к расколу. А я с раскольниками не общаюсь принципиально. Увращует вас только Бог, которого вы любите. Да и бежит от лица его все ненавидящие. Бежат. Ибо с искренней любовью, о Господе, раба Божия Лариса. А слова-то пишут, пишут слова, прелесть и прочее. как назвать, миссионерские отделы. Под разными видами пролазят, под видом змей, где-то попы. То есть попы... Да разве можно попы назвать? Только батюшка-отченька. Батюшенька, попы, протопопа, вакуум. Поп это по-церковно-славянски. И везде там и написано. Это священник. То есть нашла за счет засыпиться. Поп. Ну если он не поп, то называй его по-другому. Но он все равно попом останется. Попа, говорит, и в рогожке видать. Он поп. Не надо этого слова бояться. Он поп. Так. И ваши беззастенщики похвалы самому себе. Ну покажи, где я похвалил. Сказал, что у нас это есть, а у вас нету. Вот. Что я вам скажу? Что одета прилично. Не в штанах. Ну может быть в штанах. Я не вижу где-то. Наоборот, я вам похвалу говорю. Дальше. Прелести. Но это уже все прелести. Это уже священническое. Они сопрели в этом. Больше прелести, чем у попов, у миссионерского отдела нигде нет. Самая страшная, чудовищная подделка в государстве. Миссионерские отделы. Сам сатана подделывается под образ ангела света. Живьем заглатывает людей. Они не знают Бога. У них нет связи с Богом. Они грубые, жестокие. Все что-то предсказывать пытаются. Смирения совершенно нет. Они не знают. Они должны знать волю Божию, обладать тысячами талантов. А они друг друга там поедают. Ну вот, с искренней любовью о Господе раба Божия Лариса. Ну, если вы Лариса, ну, не какой-то другой там из лжемиссионерского отдела, что к вам и не приедет больше архиерей, и блатюшка безблагодатный, а архиерей с ним служит. То есть они митрополита своего не признают. Священники, посмотрите, какая служба. Да вы там на такой службе, глаза ее не видали. Какой порядок в церкви, посмотрите. Как люди одеты. Оглашенные из идейте, все выходят оглашенные. Вы нападаете-то с зависти сатанинской, которые нападают-то. У вас ничего нет, проханой двор. У нас ни один чужой не зайдет. У нас строго по Евангелию, евангельская вера-то, православная-то. А то, ну, больше ничего нету. Как будто бы так. Сейчас я посмотрю, может быть, кто-то зашел еще на обновление пущу. Вот Лариса. Это чайка переводится. Залетела в гости. Спаси Христос. Заходи еще. Вместе с попами каких знаешь. Ну, что-то не прокручивается. Видимо, большой материал. Ну, и вот наш. Ну, это уже задали, кого приемником вижу я. Приемником еще и видеть. Бог поставит. Без нас, может, еще лучше пойдет. Вот. Это вот наш видеоканал. А еще я его не вижу, где он. Вот видеоканал. Вот он. Православный видеоканал. Вот сюда заходите и смотрите то, что у нас ставится. Кроме того, у нас очень большой ресурс. Есть. Это сайт. Вот он, сайт. Во свете Библии. Вот эти ответы я отвечаю, озвучиваю. 4124. Вот отозвался звук и видео. Златоуст тут. 50 книг только начитанных аудио. То есть у нас огромный материал. Просто огромный. Ну, а то Благодарю Лариса, что зашла, поговорила и не в прелести. Так и живи с попами. Дальше. Православный форум. Вот он, Игнатия Латкина. Похвала Игнатию, что у него форум есть. 1593 тема. Похвала тому, кто сделал это, кто помог, кто научил меня работать здесь. Везде похвала, а через это к Богу. И вы увидите, вот мы полтора дня работали, какая похвала. А когда вы вот это идете, на мой ресурс зашли, еще там увидеть могла. Да много ли ролики. Да что ты видел это ролики, видела ролик какой-то. А их 4600. 4600. Ну, найдите мне еще ресурс, чтобы в частном порядке был такой огромный ресурс. Чтобы не просто нахватал где-то там 10 тысяч. Все наши. Чтобы интересно было смотреть. Вот вчера я только выставил, там уже 200 с лишним заглянули люди сюда. Ну и вот как будто бы все. Я показал вам и наш форум, значит, и показал мой мир. Ну, все как положено. Вот здесь это выставлено будет. Я постараюсь сегодня же это и выставить. Вот. Я маленечко даже могу показать, пока люди это не видят. Ну, пока выставят. Сейчас я посмотрю, может, найду, где архиерея, встреча. Архиерея. Продажа. Так. Работа в лагере. Старно. Вот здесь. Малину. Сестры несут послушание тут, как они работают. А, вон оно, где выше. Сказать. Что тут такое? Ремонт. Готовим. Народ. Осмотр. Богослужение. Богослужение. Непонятно, что я сейчас загляну, боленька. Что тут за богослужение? А, это отдельными эпизодами богослужение взято. Архиерейское служение вчера у нас было. Вот он стоит. Метрополит. Поднимает руки в Потеряевке молится. Посмотрите на него. О. Ну, что можно сказать? Надо мне звук вызвать. Словик, любящий апреля, не отгрешный, благодатский, на себя и молитая, молитая, Господи, избави нас от славы земли, вспоминать мрачные грешения. И всем позволите нас, ищущих, видимых и невидимых правд, преврозди страху своему в плоти наше и не усплони сердец наших. Резописаем и помождели в лукавстве. Но и Бог я с твоей уязви, души наши, так тебе всегда взирающие, держат тебя светом наставляемый. Вот это я убираю теперь эпизодами вчера, которые это... и сущего, греши его даровав, Христос воскресе измерт, июль, 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 Господи. Июль, 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 Господу помолимся, о благотворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся, о избавитесь нам от всяких скорбей, гневой, нужной, Господу помолимся, Господи помолимся, это эпизодами некоторыми, только я, это не по... ...дережащих, небо, Господи помолимся, о плавающих, и о милости, Господи помолимся, о плавающих, добро, деющих, во святее милости, Это я маленькими отрывками показать, потом это вместе будет. Великого Господина и Отца нашего, Кирилла и Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси, и Святой Троицы Сергеевой Лавры Священного Архимандрита, и Господина Высокопреосвященнейшего Иллариона, Митрополита Восточноамериканского, Кирилла и Иерарха Русской Зарубежной Церкви, и Господина Машего, Преосвященнейшего Епископа Всеволода, Славгородского и Каменского, да поменят Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присток, и во веки веков. Преосвященные Митрополиты, Архиепископы и Епископы Православные, Честное Пресвительство во Христе Диаконство, Монашеские Чины Притча Церковной, Создатели, Благотворители, Благоукрасители, Жертвователи Святого Храма Сего, Богохранимую Страну Нашу Российскую, власти и воинство и я, всем, где предстоящих, поющих и молящихся, и живущих здесь, вас и всех православных христиан, да поменят Господь Бог во Царстве Своем, Всегда, ныне и присток, и во веки веков. Вот я по частям показываю, знаете, благословение на всех живущих, а эти, которые там подвизгивают, кричат, что там человеческое есть, а вот человек настоящий приехал, и еще, говорится, послушать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот эти несколько показа, это отрывки, это я снимал. Плохо, руки дрожат, но видно, что архиерей был, тут не подделка. Со страхом Божьим и верою приступите. Дальше. Христос Воскресенье! Дорогие мои отец Иоаким, Игнатий Тихонович, братья и сестры, позвольте поздравить вас всех с праздником Воскресения Христова. В эти попраздственные дни Пасхи мы собираемся снова и снова по заповеди Господней. И Он нам заповедал на Тайный вечер всегда творить воспоминания о Нем. Вот понятно, что немного показал, потом полностью это все будет отдельно показано. Вот что тут готовим. Сейчас посмотрю еще, где народ собирается в Храм Божий. Осмотр лагеря выставлены. Трапеза у Отца Иакима. Коротко, даже глянуть маленько. Вот, посмотрите. Христос Воскресенье! Христос Воскресенье! Христос Воскресенье! Остатель делается. Остатель делается. Остатель делается. Объясняется. Когда колокол в секундые. Добро стресс Braven. Продолжение в Казапе. Трапез. Теперь просто покажу. То есть я прошу, чтола бы лучше Đấtик. Так вот, кроколик на Тайный фото. Парготовھی прервом. Если Аким здесь хозяин, я разрешение прошу у него Владыки. Батюшка, благослови. И сразу же Владыка, нет, это разреши батюшке, а Владыка, благословите теперь. А они там друг другу говорят, кто у кого благословляться должен. Владыка благословил сказать слово. Владыка благословил. Я буду всем маленько подперчуть здесь, что за столом было. Ну, простую избрал тему. Несколько тем было, но решил, нет, не буду, потому что уже уставшие с дороги, долго ехали. Знаете, когда я ем, то в двух и нет, постарайтесь не развивать. То, что вы услышите, вам уже известно, но не притворенное в жизнь, значит, оно неизвестно. С чего начинается Родина? Не с картинки в букваре, сегодня понимаешь, что не с этого начинается. Наша Родина на небе. Если бы они имели другое отечество в уме, Павел Дович, не привелись бы к земному. Патриот только тот, кто знает, что Родина. Вот понятно, как. Вы видели, в храме стоят женщины, как одеты. Ну, еще, говорит, ну, нет у вас этого. Сколько людей, гостей приехало, а там в другой комнате еще сады накрыты. Это все батюшкиные расходы-то. И при том, это в радость расходы. Для тех, которые не монахи, мясное, у батюшки свои барашки, купленное, нетрухлявое мясо. Рыбы накупили, яблок, там, с чего только не накупили. Все было здесь. Я вот о тебе ножкой говорю. Родился, моя жизнь временная, в одном гнольяне мигнул уже на той стороне. Буду ли я там, откуда пришел. У каждой души, рожденная, есть христианка, говорит, только у меня. Ну, это пояснение. У Адама. Я только сейчас, как говоришь, мне голосовую. А сегодня на языке зарождается душа. От родителей, от дедов, прадедов все это получило. Мужчина вот этот, Потеряевский. Ну и увидел, как же. Я говорю, вы подкаблучники бритые, это до другого, вот он рядом сидит, вот первый. А тот тоже Потеряевский бывший, из других сел приехали. Тот Потеряевский, из третьего села приехал. И он говорит, возьмите мою жену в лагерь. Я говорю, с ребенком только. Но она уже на пенсии-то. У нас лагерь-то комплексный. И вот я говорю, владыка же мне закапричит, по-моему. Понятно, я выключаю. Вам будет интересно потом самим посмотреть. Вот как. Если бы это было просто так. А теперь еще немножко покажу. Так. Тут в Беларуси, в гостях. За нами приехали из города гости. Встреча митрополита Сергия Иванникова. Вот посмотрите. Вот посмотрите немного, как он выходит и как прощаться будет. Встреча митрополита Сергия Ивановича. Здравствуйте. Здравствуйте. Преобразилась. Я прощаюсь. Поистину вас встретим. Просто чего. Вольбера не или какая? И Вольбера, и мост, и дорога. Это все сделали. Еще два туда сделали. Ладно. Это я коротко только показал. Ну, встреча-то была не на палках, а то где-то. Теперь что? Тут медовые подарки были. Медовая, так она называется. Наказом братья. Теперь отъезд. Концерт, 25-летие интервью. Вот. Отчет. Отъезд митрополита. Вот она где. Посмотрите, это какой отъезд. Это хорошая отъезд. Хорошая? Да. Да. Старались, встретите. Вот вы первый епископ, который здесь митрополита осветили. Да. Если что можно сделать, поговорите с этим Всеволодом. Он отравляет сейчас абсолютно всех. Кто священники на нас прижали, всех куда-то под запрет. Кто, вот женщина, которой говорили вам, она всю зиму простояла на улице, в клочках. У нее валенки до земли протаивают. И по сей пор не пускают в храм за то, что отрекися от Игнатия. А она говорит, так я через него к Богу пришла. И он сказал, кто священники будут ездить, и кто будет за ним ступаться, все за дверями будут стоять. Так что поговорите, скажи, нам не это надо. Да, надо любовь. Ну, конечно. А это еще Западная Украина, они другого не знают. Майдан. Брали, Господь. Ну, вот все. Понятно, что мы ничего не скрыли, говорили. Что он, лицемер какой, что ли, улыбается? Ну, неужели не видно человека, открытое лицо? Он настоящий митрополит. Он долго работал священником, трудился. А сейчас его быстренько ставят, и он еще не знает опыта работы. Он имеет этот опыт работы. Вот оно. Я показал больше всего. А дальше посмотрите, когда будут появляться эти ролики. Богу слава во веки веков. Аминь. Жанно-гnde. Скоро. Бравее. Аминь.